Всех приветствую! Подоспели ко мне элементы для нового компьютера, именно под искусственный интеллект. Один компьютер я уже подобный собрал, предыдущее видео. В принципе, этот будет идентичный на той же базе, на чипсете Z590 и процессоре 11900KF. Сразу хотел бы в самом начале расставить акценты, чтобы вы понимали, что именно эта сборка, так же, как и предыдущая, которую я до этого снял, предыдущее видео, они сборки универсальные в плане того, что если выгорит от искусственного интеллекта, если это правда новое веяние, а-ля майнинг, если это все выгорит, то хорошо. Если не выгорит, то эти системы, эти сборки пойдут мне как домашние компьютеры, то есть в две локации, в две квартиры, скажем так. То есть один компьютер, который я уже собрал, стоит. В одной локации этот компьютер и будет стоять уже в этой локации, как домашние компьютеры. И вкладывать большие деньги, и если искусственный интеллект, вот эти нейронные сети не попрут, и оставлять себе дома компьютер там за 150 тысяч штучка, как бы, ну, смысла я вообще никакого не вижу, потому что эта данная сборка, поиграть в игры с карточкой там 3080, 3090 или 4090, там, как у меня в том компьютере стоит. То есть этой сборки, этой тушки из карточки 4090 хватит на ближайшие, там, два года в 4К вообще без проблем. То есть и вбухивать деньги в то, что пока неизвестно вообще, будет ли это, или может это вообще просто красивая обертка, это искусственный интеллект, а внутри будет, ну, скрытый обычный майнинг. Что вот, кстати, и об этом мы тоже поговорим, что вот я больше к чему и склоняюсь, что все это... Ну, ладно, об этом позже. Также попробую до вас довести все тонкие моменты, тонкие детали, все, о которых, в принципе, никто не говорит. Именно технические вопросы, вот это вот, а-ля искусственный интеллект. И никто о них не говорит, потому что много вопросов, а ответов нету. Вот в прямом смысле слова, вопросов очень много, ответов нет вообще. То есть, ну, по своему жизненному опыту я, как бы, знаю, что когда очень много вопросов, а ответов на них нет, то, ну, надо настораживаться. Скорее всего, это что-то вот подвох какой-то. Так, ну, по порядку, давайте по железкам пробежимся. Процессор 11900K. Предыдущие сборки 11900KF у меня был, ну, а не суть важна. Здесь есть графическое ядро, там нет графического ядра. Стоит он в DNS 27 тысяч рублей, они еще продаются, процессоры продаются. Купил я его по объявлению, продавец сказал, что он новый. В принципе, по визуальному такому осмотру, ну, да, можно поверить, что он новый. Тут есть моменты, то есть, можно понять вот эти вот ушки. Если стоит его хотя бы один раз в сокет зажать, в именно стандартный сокет, то тут остаются следы. Сам корпус он матовый, там от пальцев-то следы можно ногтем сарапнуть, и там след останется. А если зажать его раз в сокет, то уже там, ну, уже можно под уличительным секлом видеть, что он уже использовался. Сказали, что новый, ну, похоже на новый. Вообще посмотрим, может быть, он и не работает, может быть, это просто вообще баланска какая-нибудь. Обошелся он мне в 17 тысяч рублей. То есть, DNS 27, мне обошелся 17. Материнки. Под этот процессор нужно, мать именно, Z590, чтобы она максимально раскрыла потенциал этого процессора. Нужен именно вот такой чипсет. Проблемы с ними, с этими материнками. В DNS их нету, их нету вообще нигде. Остались они только в Озоне по 25 тысяч рублей. В принципе, за 25 тысяч рублей можно уже поколение, там, через поколение следующее взять. То есть, вообще, у этой материнки цена 10 тысяч рублей. Предыдущую я в DNS покупал год назад. Тоже Aorus Elite, там AX только, у ней в Wi-Fi есть, у этой Wi-Fi нету. За 11 тысяч рублей я ее покупал, они были. И вот эта, кстати, материнка тоже купленная мной через, ну, Авито, грубо говоря, по объявлениям. Продавец сказал, что она тоже новая. Опять же-таки, тоже визуальный контроль, тут полный комплект. Визуальный контроль показал, что, ну да, похоже, что она, да, правда, новая. Ну, что ее не устанавливали. То есть, ему там, это какая-то маленькая организация, которая мне продала, что ее под трейд-ину отдали. Человек, короче, купил не тот сокет, грубо говоря. И он ее купил. Человек там есть, DNS, гарантия тоже 10 месяцев назад. Примерно так же, как и я свою покупал. За 9 тысяч 900 рублей. То есть, 10 тысяч рублей. То есть, тогда они были. Сейчас они стоят 25 тысяч рублей на озоне, потому что их нету. Ну, все знают, что когда спрос превышает предложение, то цены взлетают. Нету их, скорее всего, почему, мое предположение. Потому что процессоров на штополе много. Этот чипсет Z590, он как бы, ну, самый крайний, самый последний для этого процессора. Их не такое количество. Их просто разобрали, банально делают, уже не делают. Процессоров полно. А материнских плат нету. Ну, и вообще, как бы, по, скажем так, по истории можно судить, что материнские платы чаще выходят из строя, чем процессоры. Поэтому все, порасхватали, короче, одним словом их. Все, процессоры есть, материнок нет. Так, ну, самое интересное, что несет в себе эта материнская плата. Конкретно чипсет Z590. То есть, здесь уже идет PCI-Express 4.0. То есть, все предыдущие, то есть, десятые Intel поколения там и ниже, все они PCI-Express 3.0. 16 линий PCI. Здесь 20 линий PCI-4.0. То есть, это значит, что непосредственно от процессора идет линия, ну, скажем так, дороги, назовем их так, к ближайшему вот этому вот металлическому разъему 16 линий. И ближайшему, только вот к этому, ближайшему M.2 разъему 4 линии. То есть, всего 20 линий. Для сравнения, самый последний навороченный, именно домашний процессор от AMD, там 24 линии максимум. То есть, мы не рассматриваем серверные процессоры и материнские платы. То есть, 20 линий. Получается, что, если даже взять круче материнскую плату, где будет X16, здесь вот один X16, второй идет уже X4 слот. Если здесь будет 2 X16, вы две видеокарты поставите, они не будут работать со скоростью каждая по 16 линий. Они, линии будут делиться. Будет здесь, соответственно. Здесь 8 линий останется скорость, и здесь 8 линий скорости останется. То есть, это важный момент. И информации я не нашел в интернете, что остальная вся периферия тоже нужны эти дороги к процессору. То есть, тоже нужны линии. Насколько я знаю, и SATA, и USB флешки, то есть, и звук в том числе. Все, скажем так, вся информация идет к процессору именно через эти PCI-линии. На материнской плате есть даже специальный контроллер микросхемы, который занимается именно распределением вот этих самых линий. То есть, если вы вставляете много какого-то периферийного оборудования, там SATA много, там, тендерболт какой-нибудь там скоростной, там, звук, соответственно, все-все-все, начинает при распределении линий. И к видеокарточке, скорее всего, по всей видимости, к видеокарточке, если она у вас на 16 линиях работает, то уже у ней будут заимствоваться, скорее всего, эти линии, и уже 16 линий к ней не будет доходить. Но это мое мнение. Где-то есть информация, что именно там, где PCI-Express 4.0, то есть 16 линий идет на PCI-Express, 4 линии на скоростной SSD, а остальная вся периферия, скажем так, сообщается с процессором по линиям PCI-3.0. То есть, в линиях PCI-3.0, которые были предыдущие версии 10-е поколение там и так далее, там 16 линий всего. То есть, опять же таки, ну тогда бы в информации бы и писали, что 4.0 20 линий, 3.0 16 линий. То есть, плюс 3.0 16 линий. Об этом же нигде не пишется. Всю информацию, когда читаешь, написано только, что PCI-Express 4.0 20 линий. Все. Про 3.0 вообще информации никакой нету здесь. То есть, как бы вот эти вещи я в интернете так и не нашел. Если кто-то точно знает, как дележка вообще происходит этих линий PCI, вы напишите в комментариях. Только не так голословно, а именно конструктивный диалог, чтобы был. Может быть, с какими-то ссылками даже. Потому что, если какие-то оскорбления, я не терплю сразу баню просто людей и все. Конструктивный диалог, спор, он всегда приветствуется. Но если без какого-то конструктива, просто оскорбления, то сразу в бан. Вот в одном из видео про хай-тек канал, нарисованный именно здесь про чипсет Z590, как раз рассказывают они, что вот они 16 линий идут на PCI-порты и 4 линии идут на M.2, который ближайший, самый ближайший к процессору. Все остальное он в этом видео говорит, что запитано по PCI-Express 3.0. Ну где вот именно достоверно эта информация, я нигде не нашел. Вот он получается, первый вопрос, такой относительно важный. То есть именно для нейронных сетей, для вот этого искусственного интеллекта. Важно ли именно 16 линий для одной видеокарты? Или достаточно 8? Никто на это ответить не может. То есть если сравнивать с играми, есть тестов много в интернете, где сравнивают на 8 линиях стоит видеокарточка и при тех же условиях на 16 линиях. То есть по FPS разница есть незначительная абсолютно. В некоторых играх она вообще стремится к нулю практически. FPS одинаковый, что там, что там. В некоторых играх это до 5-7% разница есть. Так вот, что там этот искусственный интеллект будет делать, мы этого не знаем. То есть возможно будет и ощутимая разница в процентах. Поэтому я взял именно вот эту материнскую плату на чипсете 590 с этим процессором, где уже есть 20 линий и такой полноценный, скажем так, PCI-Express 16-линейную. То есть можно видержку поставить, скоростной SSD. Но в крайнем случае ничего. Если моя теория подтверждается, что если что-то напихать сюда и отсюда будет линия уже забираться, то есть дележка уже будет происходить, ну просто сюда ничего не втыкать вообще. И звук можно отключить именно в BIOS, чтобы он линии на себя не брал. Соответственно, SATA ничего не втыкать, флешек не втыкать, ничего. SSD-шник 4 линии и видеокарта 16 линий. Все, все 20 задействованы. Если правда, что вся остальная периферия работает от линии 3.0, которая, ну тогда вообще хорошо. Тогда можно уже и еще что-то подключить сюда. То есть отсюда мы приходим к выводу, что на одну материнскую плату какой-то самый крутой процессор не было, и пускай Razen в Ryzen будет там за 70 тысяч рублей процессор, а материнка за столько же. Больше на одной видеокарты подключать смысла нет. Если есть разница в количестве линий на одну видеокарту. Потому что две видеокарты вы поставите, и она будет каждая по 8 линий всего питаться. Если это существенная разница будет, нам же деньги нужны, да, грубо говоря, в FPS, да, вот в этом, назовем, по этому искусственному интеллекту, да, то одна тушка, одна видеокарта. Это на обычных домашних процессорах. Если брать серверное оборудование, позже о нем поговорим, то там уже другая совсем история. Память. Купил в DNS. Три планки по 32 ГБ. DDR4. 3200 МГц она. То есть этот чипсет без всякого разгона держит 3200 МГц. Предыдущие, по-моему, 10-е поколение, там 2990, там сколько-то поправьте, если что-то не помню точно. То есть меньше скорость держит. Это без всякого разгона. Материнская плата данная, она позволяет, то есть что касается частоты оперативной памяти без разгона, за это отвечает процессор. Процессор. Вот у него здесь написано, что он может 3200. Все, что дальше, все, что там разгон, самому разгонять, либо пресеты вшитые, сейчас попозже расскажу, здесь есть вшитые пресеты уже по разгону, скажем так. Тут это уже отвечает за этот чипсет. То есть этот чипсет Z590 позволяет сюда ставить более скоростную, DDR4 именно память, не DDR5, а DDR4, она бывает вообще скоростная, там 5000, по-моему, с чем-то. Ну, сейчас посмотрим за компьютером. То есть, ну, она правда стоит овердорого, и там сразу тайминги взлетают, латентность взлетает, то есть не факт, что это хорошо. То есть, грубо говоря, это производитель ту же самую память, просто сделал браковку чипов, самые лучшие чипы взял, разогнал ее у себя там на производстве, там до 5000, грубо говоря, мегагерц, и продает ее за вообще бешеные деньги. Просто там, во-первых, не найти ее, во-вторых, она стоит как конь. Это, знаете, для тех людей, которые просто деньги не считают, вот они хотят самое-самое лучшее. Зачем они хотят, этого не знают, просто хотят и все. Вот это для них. Общий комплект 128, ДНС я ее успел купить за 28 500 рублей, и буквально, когда забирал ее, у нее цена уже 30 500 стала, то есть 2000 буквально там они сверху накидали. Цены вообще сразу растут, я не знаю, прям просто на глазах. Здесь 4 планки, соответственно, 2 планки я поставлю сюда, и 2 планки на прошлую его сборку, которую в предыдущем видео разделю. То есть, таким образом я решил поступить. То есть, если, ну, а-ля искусственный интеллект попрет, то я докуплю второй такой комплект, и, соответственно, в каждый комплект поставлю 128 гигабайта оперативки. Опять же-таки, второй возникает вопрос. Нужно ли большое количество оперативки? Нужна ли именно DDR4, или обязательно нужна DDR5? То есть, насколько, скажем так, пропорционально вырастет хешрейт доходность непосредственно? Потому что такой же комплект памяти, если вот этот сейчас возьмем, 30 000 рублей стоит, такой же в точности комплект памяти со стоковой частотой. Например, будем сравнивать, если 14900K, процесс у него стоковая частота 4600, по-моему. Если здесь 3200, там 4600 стоковая. Не берем чипсет, который он может разогнать. Там они до 7000 может разогнать его. Об этом другая история. То есть, здесь 30 000 стоит, тот комплект стоит под DDR5. Он уже такой же комплект обойдется в 65 000 рублей. Причем его нету. Его нету вообще нигде, его надо будет искать. И, скорее всего, цена уже будет дороже. То есть, не знаю, за санкции или за чего, но как бы проблема. Именно вот с таким, с самым последним оборудованием, с ним проблема. Так вот я к чему? Будет ли, опять же таки вопрос возникает, будет ли доходность в 2 раза больше, если мы поставим память DDR5? То есть, цена-то в 2 раза больше? А доходность будет ли в 2 раза больше или нет? Вопрос. Я думаю, что не будет, скорее всего. То есть, будет в каком-то там соотношении процентном, но точно не X2. Вот эта память, которую я вам сейчас показывал, у ней получается. Такие тайминги, ну вот, запомните. Кстати, вот этот профиль разгона, который вшит, его можно в биосе просто переключать. То есть, один профиль будет 3000 МГц, но с таймингами такими, поменьше. Либо второй профиль 3200, как стоковый, как вот заявлено, ну, тайминги чуть побольше. И латентность, вот запомните, 16. То есть, латентность, это, ну, грубо говоря, самый главный показатель именно из таймингов, который, ну, скажем так, скорость. Не знаю, как её проще назвать. То есть, скорость обновления, да? Вот память этот DirectX 5, которая, ну, сопоставима. Такой же комплект примерно. Вот он, его нету. 62 тысячи он стоит. Здесь, получается, он, у него вот стоковая частота, которую процессор держит без разгона, в 4800. И тайминги, смотрите, какие. Вообще другие тайминги. Латентность какая, в два раза больше. То есть, как бы под вопросом, опять же-таки, если делать тест той памяти и этой памяти, стоит она в два раза дороже, тайминги здесь в два раза больше, то есть, в два раза хуже. Если делать тест, я не думаю, что она производительнее, вот эта память DDR5, в два раза, чем ту, которую я купил. Не думаю. Стоит она в два раза больше, но производительность точно не в два раза. То есть, можно посмотреть тесты. Я думаю, это какое-то процентное отношение, но точно не X2. Также по процессору вот этот 11900. Ценник у него 28 тысяч. Вот они, 20 линий. Где тут они? 20 линий PCI-Express 4.0. И вот процессор, который, ну, последний, 14900. 73 тысячи рублей он стоит уже, понимаете, ценник. И те же самые 20 линий. Ничего не изменилось, по сути. И опять же-таки, если делать тесты, я не думаю, что в два раза этот процессор производительнее того, а цена в два раза больше. То есть, а как я купил, так и во сколько там? В два с половиной раза больше. Про материнские платы говорить ничего не буду. Здесь особой ситуации, их просто нет в продаже. И цены такие у них дорогие, потому что, ну, скажем так, люди делают деньги на этом, так как их нет. Вот такая же в точности материнская плата, но уже под чипсет, под 14900. 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей она стоит, такая же платка. В принципе, здесь как бы, ну, все то же самое. Просто чипсет уже стоит именно под этот процессор, под 14900К. Ну, по деньгам, смотрите, вот я посчитал. Получается, я собрал тушку, то есть процессор, оперативная память и материнская плата. Получилось мне 57 тысяч 500 рублей. 57500. Если собирать на 14900К, 165500 рублей обойдется. То есть, грубо говоря, это в 2.8 почти в три раза у меня дешевле тушка обошлась, чем если собирать на максимальных, скажем так. И назовем это по оверпрайсу. То есть в три раза. Я могу три тушки таких собрать. Это я, то есть, ну, подлавливал, да, подешевле. Если покупать, прям пойти сейчас в ДНС и купить на Озоне и материнскую плату, это дороже, то 82500 обойдется. Все равно это в два раза дешевле. То есть можно за эти деньги две тушки собрать. Так как у меня с видеокартами проблем как бы нету, ну, скажем так, образно. То есть у меня целый рик, этот 4090. Я оттуда могу выдергивать и могу несколько таких тушек. То есть я могу три тушки, три видеокарты за действие, собрать три таких тушки за эти деньги. Либо одну за 165 и всего поставить туда одну видеокарту. И однозначно это будет меньше денег приносить. С учетом того, что если правда этот нейронный сет, это все не ерунда. И все это наше будущее, да, майнерское. То однозначно вот этот перспективнее вариант. Даже вот этот перспективный вариант. Я, то есть, две 4090 смогу задействовать, ну, считай, по максималке с оперативной памяти под вопросом. Как я говорил, уже вопросов больше, чем ответов намного. Вот как-то так. Если скажете, так зачем Intel лучше на Ryzen, так Ryzen, последний Ryzen примерно в те же деньги обойдется. То есть в те же деньги Ryzen примерно обойдется. Если вы хотите Ryzen, то как бы подсчет примерно такой же обойдется. Я прикинул, там плюс-минус 10%, но деньги такие же. Также прикупил три вентилятора. Вентиляторы уже темною проверены. Как бы я ими вообще доволен. Никаких подсветок мне не нужно, вот этих ЛКБТшных. Вентиляторы топчик вообще. Но они не дешевые. То есть, если покупать в магазине такой вентилятор, обойдется он где-то 3500, по-моему. 3500 рублей за один вентилятор. Это очень много. Это хренище прям. Но, короче, есть такой выход. Довольно-таки хороший выход, каким я и пользуюсь. То есть MSI эти вентиляторы комплектуют свою продукцию. То есть, водоблоки там всякие и так далее. То есть, 4090 карточка, которая у меня в прошлом видео, которую я устанавливал. Там также такие же два вентилятора стоят. Я еще два добавил. То есть, люди, сборщики в основном, которые собирают компьютеры. Им, ну, скажем так, люди, заказчики приносят это оборудование MSI. И отдельно покупают вентиляторы с подсветкой. Потому что, ну, сейчас же модно вот эта вот подсветка, чтобы все как новогодняя елка было. А здесь нет никакой подсветки. То есть, они в этом плане как бы, ну, для них плохи. И поэтому часто люди просят, чтобы им поставили какую-нибудь китайскую фигню с подсветкой в замену вот этих вот родных, хороших вентиляторов. А сборщики их, соответственно, продают на Авито. И на Авито они не дешевят, кстати, они тоже в полцены. Где-то 1400, 1300, там, 1700 можно их взять. И у некоторых там людей их там по 30, по 40 штук. То есть, вот именно таким вот образом я их покупал. Они фирменные, точно. Я могу прямо сказать, 100%. Фирмы, ни какой-то там ни подделка, ничего. Это именно снято вот с комплектов. Люди, которые делают глупость, ставят ерунду китайскую, лишь бы, чтобы моргало, снимая вот это вот качественные вещи. По поводу охлаждения процессора. Это башня, такая культовая башня, скажем так. Серебряная стрела от Термалрайта. Она довольно-таки старая. Я точно не помню, какого года релиз там. 2000-х, по-моему, что ли. Но очень актуальная. Это одна из самых производительных башен на данный момент остается именно под этот сокет. Ну, а там разные модификации есть. Это B-ревизия именно под мой сокет. Там в комплекте еще под другие сокеты. Ну, не что-то важна. Башня крутая. У ней хорошие вентиляторы стоят, но вентиляторы стоят именно на производительность. Они шумные. Ну, сейчас я объясню все. Открою, покажу. Так, ну, во-первых, почему башня? То есть я же все это делаю с учетом, беру, что это будет у нас добывать, майнить или, как сказать, я не знаю, вот эти искусственный интеллект там и так далее. То есть это, соответственно, если все попрет, как и хотелось бы, это будет стоять у меня в майнерской. Майнерская у меня там за городом. Я в какой-то... Зима у нас холодная, минус 40 вообще легко. В какой-то момент может отключиться электричество, меня не будет. Майнерская легко может перемерзнуть. Понимаете, да? Если будет стоять охлаждение водяное, то это водяное охлаждение, кто не знает, там в ней залито тоже, ну, скажем так, на водяной основе какие-то там определенные присадки там добавляют, чтобы там это все дело не жарило и так далее. Ну, на основе воды. То есть она перемерзнет. Если там это все дело охладится до минусовых температур, этот водоблок, который будет здесь стоять, он, скорее всего, перемерзнет. И неизвестно, в какую сторону начнет его расширять. Именно вот этот элемент, который снимает с процессора, температуру там в основном и стоит крыльчатка. То есть вполне возможно его выпирать начнет туда, в сторону процессора. И мало того, что он сам лопнет, он еще и может здесь все переломать. И процессор может выдавить. Короче, проблем бедно делать. Поэтому я решил купить башню. И даже если этот компьютер останется дома у меня, я просто вентиляторы поменяю на другие, на более тихие. Пускай будет менее производительным, но более тихие. Вот на этих примерах. И также вполне нормально эта башня будет дома стоять. По поводу вентиляторов. Вентиляторы здесь комплектуются на 140, то есть это на 120, вот это сравнение. Здесь 2500 оборотов, здесь 2000 оборотов максимальные. То есть они регулируются. Здесь, правда, до нуля может останавливаться. Здесь, по-моему, 600 всего минималка. Ну, тем не менее, 600 здесь слышно особо не будет. Но проблема, то есть в чем отличие. Здесь стоят втулки, втулки скольжения. Здесь подшипники качения, то есть с шариками. Подшипники качения, они намного производительнее. В плане того, что работать может там 10 тысяч часов, по-моему, или 100 тысяч часов. Короче, очень много. То есть они могут работать вообще там бесконечно. Грубо говоря, и температуры им отрицательные тоже там нипочем. И все, то есть. Ну, они шумные. Они там прям шелестят на оборотах особенностей, на больших. Втулки же, от хороших производителей, если сравнивать все это. Втулки, они довольно-таки тихие, но у них меньше ресурс. Но они очень тихие. То есть никакого постороннего шума. Шум будет только от крыльчаток, от воздушного потока. То есть сами вот этот элемент скольжения, он шуметь вообще никак не будет. Здесь будет шуметь точно. Поэтому людям не нравится, когда покупают эти вентиляторы. Вообще вот эти башни, в смысле, с этим комплектным вентилятором. Люди говорят, ой, громко, громко, громко. Ну, замени на другие-то вентиляторы. Просто со стулками скольжения и громкости никакой не будет. Да, но так как мне это все дело в манежскую пойдет, мне, в принципе, на звук вообще пофигу. То есть как бы их никто там слушать не будет. Если будет дома, то поставлю эти вентиляторы. То есть вот он сам, эта сама башня с восьми трубками. 320 ватт она рассеивает. Ну, не знаю, как там эти ваты они измеряли, но тем не менее, очень внушительный радиатор. Довольно-таки тяжелый. И на данный момент он весьма актуальный. То есть с этим процессором он справится вообще на ура. То есть 320 ватт. Этот процессор, кстати, такой же, который вот у меня стоит в предыдущей сборке. То есть 160 ватт он максимум потребляет. Соответственно, столько же тепла выдает. Разгонять я его, правда, не разгонял через BIOS. Это в последний момент. Если надо будет, я буду делать это в последний момент. Не очень я люблю разгонять. Что не поймите, что процессор как бы не особо я этим увлекаюсь. Поэтому в стойке он справится с ним вообще легко. Прямо у него запас будет, соответственно, 160 и 320 в два раза. Даже если я его разгонять решу, то есть эта башня тоже справится легко. То есть, конечно, если, как для дома, ту предыдущую сборку я собирал, конечно, водоблок это намного лучше. То есть водяное охлаждение. Но тихо я его там разместил, если корпус позволяет, где-то там, грубо говоря, в определенном месте. И здесь только вот эта вот голова идет, шланчики, все, ничего не мешает. Здесь это будет стоять башня, она здесь все закроет, все перекроет. Как бы уже к памяти тут тяжело будет подбираться и так далее. Конечно, проблемнее башня, намного проблемнее. Но вот у меня вариант такой, что если все будет хорошо, то эта сборка поедет в Майнерскую. Там, где могут быть именно... Есть шанс, что это все может перемерзнуть. То есть с башней, если вот с этой башней все перемерзнет, даже до минус 30, если все замерзнет, ничего страшного не будет. Я потом все это одогрею, включу и поедет. Если здесь будет стоять водоблок, то все хана. Вот эта башня, которую я купил за эту цену. Как только я ее приобрел, она сразу исчезла. То есть она последняя была. Все, товара нет в наличии. За такую цену. То есть такая же в точности башня есть, но уже за другую цену. Я не знаю, может быть это разные приходы. Причем эта и эта башня, то есть эти обе башни были. То есть в продаже я, соответственно, долго сравнивал. Вроде одно и то же. По фотографиям, по картинкам, по названию. Все одно и то же. Только это 12, а там 8. Соответственно, я ту за 8 купил. Ну, она сразу исчезла. Так как она одна, видимо, была. Наверное, возможно, разные приходы, может быть, по-разному забили там. То есть вот, как бы на башне, получается, сэкономил. Это что, сколько я сэкономил? 8, 600. И здесь это почти 4 тысячи рублей. Нормально. То есть по башне вот такой вот момент еще. Ну, обзор всего этого, всей этого ванханалии будет неполный, если не затронуть именно серверное оборудование. Как можно так по-жирному заскочить-то? То есть на всю котлету прям. То есть получается в DNS даже можно взять вот такие процессоры. Название вот такое, не буду даже пробовать произнести его. То есть самый минимальный проц, вот он, 160 тысяч рублей стоит. У него тоже память DDR4 всего лишь, так же, 3200. Это самый простенький. И мамка к нему, соответственно, 142 тысячи рублей. Процессоры эти доходят по стоимости до почти 700 тысяч рублей. То есть те же самые DDR4 память. То есть видите, да? За такие бешеные баблищи процессор, память у которого DDR4 всего лишь, 3200. Такая же, как на которую сейчас я собираю. Это первый вариант. Второй вариант. То есть это сокет вот такой вот, тоже не буду даже его произносить. Второй вариант. Это можно заскочить на сокете SP3. Вот он, сокет SP3. Так называемый эпики. Тут уже такое специфическое вообще оборудование. Его надо прям искать уже. Уже не просто так его. Он где-то там в глубинке. Вы его точно просто так не купите. В Москве, может быть, есть в наличии. Может быть, в Питере и всё. То есть вот он SP3 сокет. Это как бы предыдущее поколение. Тоже AMD. Процессоры 366 тысяч максимальные. Он тоже DDR3 память у него. Самый такой попроще процессор на этом сокете можно. Ну, в принципе, можно и там и 70 тысяч взять. У них что, самый прикол. У них вот этих линий PCI-128. То есть можно напихать туда и 5 видеокарт подключить, которые будут именно на полноценном сокете работать PCI-4 с 16 линиями. То есть мамка к нему стоит тоже в районе. То есть на этот процессор можно, эти два процессора можно поставить на двухголовую материнскую плату. Соответственно, два процессора можно поставить. Это получится, что 256 линий будет, во-первых. Во-вторых, соответственно, двойной прирост по производительному процессору производительности. Оперативной памяти можно кучу поставить, там, вплоть до 4 терабайт. То есть, представляете, 4 терабайта оперативной памяти. Жесть вообще. Следующее поколение, то есть это уже SP-5. Вот оно. Здесь уже материнская плата стоит 174 тысячи рублей. Она одноголовая. И здесь уже память DDR5. Вот что самое важное. Это единственное, что на данный момент, насколько я понимаю, видимо, для обычного пользователя, ну, в кавычках назовем, которое может совместить и DDR5, память, и с сокет, ну, как бы с линиями PCI-Express 4.0. То есть, по-моему, тут даже PCI-Express 5.0. Так, ну, не шуть важна. То есть, как бы здесь самый топчик. Ну, деньги, конечно, тут бешеные. И процессор тут стоит. Так, вот они, процессоры. Это самый-самый простой, 234 тысячи рублей. Самый крутой, по-моему, 700 тысяч рублей процессор стоит. Пол беды, да. Так, вот он PCI-Express 5.0.128 на один процессор и линий. Оперативная память. Вот это самое, самое, короче, самое такое. Если брать DDR4, оперативная память, именно специальная для серверов. Во-первых, 128 плашки, что по 128 гигабайт DDR4, по-моему, еще есть. Вот их можно взять, представляете, одна плашка, 79 тысяч рублей, одна плашка. Если вот этих даже 1 терабайт набрать, это сколько надо денег только на оперативную память. То есть, по-средненькому, если заходить, можно по-максимуму 2 терабайта набрать. То есть, на этот процессор, который поддерживает DDR4, туда 2 терабайта можно памяти поставить. То есть, 2 терабайта разделить на 128 и умножить на эту цену. Я даже считать не буду, короче, это вообще. То есть, это надо, миллион, наверное, денег надо, чтобы входить. Так, средненько, короче, на оборудование, которое непосредственно серверное. А если память брать DDR5, там вообще, короче, вах. Во-первых, ее нету, вот таких плашек 128 нету. 64. Плашки, в принципе, более-менее, как бы, по деньгам. Но дырок в материнской плате для оперативной памяти не так много. То есть, чтобы 2 терабайта набить памяти, нужны плашки, как минимум, 128. А лучше даже 256 таких просто нету. То есть, 128-то нету, а 256 вообще даже здесь, даже такой, как бы, столбца такого нету. То есть, грубо говоря, тут тоже больше проблем, скорее всего, будет. То есть, процессор, материнка, полубеды, видите. Оперативная память, еще загвоздка большую. Во-первых, надо такие плашки найти, 128. Во-вторых, они стоят, я просто представляю, тут даже, ну, видимо, чтобы людей не шокировать, нету, и даже цен старых нету. Тут, видимо, одна плашка 128, наверное. Если DDR4, там, 70 тысяч стоит, то это, наверное, там, ну, за 100 одна плашка. А их надо 10 плашек, грубо говоря, чтобы терабайт был, что 2 терабайта надо, 20 плашек. То есть, короче, на память только получается, что пару миллионов. Ну, короче, ужас вообще. Ну, и в заключении, что я думаю вообще по поводу вот этого искусственного интеллекта, вот это вот обучение нейросетей. Главный вопрос, кто? Кто будет заказывать? Кто будет платить? Кто будет использовать эти компьютеры? Это самый главный вопрос. И, по-моему, на него нет ответа. Сейчас объясню, почему. Вот эти маленькие какие-то конторки и маленькие стартапы, которые там на основе искусственного интеллекта рисуют какие-то картинки там. Во-первых, они уже работают. У них уже есть какое-то там оборудование, где-то там сервера. Они уже, то есть, ну, ладно, если захотят, они масштабироваться. Ну, сколько их? Их же совсем немножко. Вот представляете, геймеров, у которых хорошие компы с хорошими видеокартами. Их там миллионы, да? В России даже только. То есть, вот хотя бы каждый десятый захочет, ну, грубо говоря, там, маленький деньжат на своем компьютере подзаработать, да? И включит свой компьютер в эту вот, ну, нейронной сети там, да? Не будем вот именно названия говорить, какие организации хотят это все сделать. Подключат, к примеру, да? Ну, скорее всего, предложения будет так много, что спроса просто не хватит. И это все будет, ну, это предположим, если это правда. Если это правда все, кто вот это вот разрабатывает, что правда будет там какие-то нейронные сети, там вот искусственный интеллект и так далее. Первое. Второе. Какие-то корпорации, которые могли бы, да, грубо говоря, всех прокормить, кто захочет это все дело предоставить. Какие корпорации? Майкрософт. Да у них там своих серверов полно. Ну, кто NVIDIA, так они чипы эти штампуют у них там, зачем это все им надо? Кто еще? Google там какой-то, да? Ну, что смеяться-то? Это как они? Я вообще просто, я, конечно, далек от этого, но я вот немножко не понимаю, как они свое ядро, искусственный интеллект разобьют на маленькие там миллиарды кусочков, каждому раскидают, чтобы они там по чуть-чуть учились, а потом... Короче, это что-то, знаете, это вот, ну, по-моему, это решили прокатиться на хайпе, на тренде. То есть это тренд искусственный интеллект, вот это вот все, вот нейросети, это тренд. Тренд, и часто люди хотят просто на тренде прокатиться. И не хочу ничего, вот, как бы, никого оскорбить, никого обидеть, но больше похоже на, как вот, есть уже один, скажем так, сервис, да, который вроде тоже, как бы, сдача своего компьютера в аренду, что вроде под какие-то расчеты там. Какие расчеты там? Это обычное майнинг происходит. А чуть-чуть больше этот майнинг, скажем, с помощью вот этого, чуть-чуть больше платится. Почему? Потому что есть монетка у этой организации, да, которая пампится. И пампится она потому, что там хитрая система, то есть надо, грубо говоря, чтобы какие-то бонусы получать, чтобы немножко больше профита было, надо эту монетку у себя на кошельке холдить, да, тем самым вы, соответственно, эмиссию там стопорите, она растет. Короче, майнинг с помощью вот этого, про то, что я говорю, немножко выгодней, только пока растущий рынок вверх. Как только монета эта начнет сдуваться, соответственно, и майнинг будет не выгоден. Вот этого, ну, якобы сдачи ригов в аренду. Это первая медаль. Сторона медали, да. Вторая сторона медали. Вот представляете, вы компьютер свой отдаете постороннему человеку. То есть со своим IP-адресом. Это давайте вот равносильно можно, знаете, представить. Вы свою квартиру отдаете вообще постороннему человеку и при этом не видите, что он там делает, да. То есть компьютером же может хакер каким-то воспользоваться, да, который там вообще прошаренный, грубо говоря. И вот вы дали комнату, вернее, в квартире, да. Это ладно, если у вас одна комната всего и брать у вас там нечего, да. Он там дела свои сделал и все, грубо говоря, там заплатил вам и так далее. А если у вас 10-комнатная квартира и вы сдали всего одну комнату, и он по всем остальным комнатам может ходить. И это воришка, он там все прошарит, накосячит, потом еще сдаст эту квартиру всем в 10-кратном размере, и вы потом будете расхлебывать. Про что я говорю? То есть представляете, человек пользуется вашим компьютером, да, он с помощью вашего IP-адреса выходит. Что он там делает, неизвестно, да. Сейчас тем более такая напряженная обстановка. Спецслужбы могут зайти на ваш компьютер с помощью вашего компьютера через ваш IP-адрес. Такого начудить, что к вам приедут маски-шоу, вы пикнуть не успеете, и потом доказываете, что это не вы все это делали, там, взламывали Пентагон, да, грубо говоря. И что вы просто сдавали этот компьютер свой третьим лицам. По поводу аналогии-то я привел, что вот вздали одну комнату из 10-комнатной квартиры. Я к чему? То, что это ладно, там, Пентагон может ломать, да, он же у вас может на беда курить еще. То есть вот как вот у меня система, грубо говоря, да и у многих, да. То есть идет модем, оптоволокно, к модему там несколько дырок, да, вот этот джек подключили, там, грубо говоря, у вас там и видеокарты майнят, и камера стоит, и пару компьютеров, один из них домашний, где у вас всякие пароли, явки там и так далее, и порнушка ваша домашняя, да, грубо говоря, и еще несколько компьютеров, потом вы домой заходите, у вас Wi-Fi там сразу подключается, вы в домашней сети, это домашняя сеть. То есть человек, сидящий за компьютером в домашней сети, может везде там, вот как в квартире, ходите вы, все двери открыты, так же и там. Вот вы сдали один из компьютеров человеку постороннему, вообще неизвестно кто. Это то же самое, что сдать одну комнату, открыть все двери и вообще не видеть, что он там делает. Если человек хороший, ладно, он там дальше этой комнаты никуда не пойдет, а если человек плохой? Ну, сами понимаете, короче, я думаю, вы поняли. Спрашиваю я в поддержке, я говорю, так и так, если я сдаю свой компьютер с помощью вашего сервиса, какие есть гарантии, что там, вот я прямо то, что я вам перечислил, так прямо спрашиваю администрации, что там не будет порнохаба на моем компьютере, да, с детской порнографией, не будет там ВРН, да, ну поняли, да, о чем я говорю сейчас, в России нельзя говорить это слово, ВРН, да, через которую будет трафик туда-сюда гоняться, да, не будет, вот момент сейчас расскажу со своей чистой практики. Чия, когда я манил, то есть записывал платы, SSD-шник скоростной, у него есть, это считай расходник, по сути, фактически получается, у него есть, короче, там определенная наработка, которая тает, тает, когда вот вы записываете, читаете, когда вы больше записываете, записываете, перезаписываете, она просто, грубо говоря, все меньше, меньше, меньше становится. Вот у меня хорошая мощность, самую максимальную, на тот момент я покупал вот это вот с числом наработки, когда я платил, грубо говоря, платы эти, да, меньше, чем за месяц он у меня со 100% до 10%, на 10% я его остановил для того, чтобы еще дальше можно было его использовать. То есть он мог бы вообще похоронить его до конца, он просто бы отключился бы и все, в Эрору, в ошибку бы ушел бы, я его оставил 10% чисто, чтобы винду потом на нем, короче, гонять. Под виндой он долго будет. Но когда если что-то вы записываете и перезаписываете постоянно, он тает вообще на глазах. Меньше, чем за месяц у меня SSD-шник 2 терабайта вообще быстро, ну, со 100% до 10%. Так вот, а если человек вот возьмет ваш компьютер, так же какую-нибудь туда, я не знаю, чьи загонит, да, и будет там платы какие-то манить, или еще что-то подобное делает, где SSD-шник будет там 24 на 7 шпарить, туда-сюда записывать, перезаписывать какую-то информацию. Вы этот SSD-шник купили, да, грубо говоря, за 20 тысяч рублей, и меньше, чем за месяц он у вас сдохнет. Вот это все я администрации пишу, игнорируют вообще. То есть на другие вопросы отвечают, мои не отвечают, то есть, да, в общем чате. Я уже их там несколько дней говорю, ответьте на мои вопросы. Я говорю, а если там вот так-то, какие, ну, то есть какие-то гарантии вообще есть. В конце концов, какую-то размытую там информацию не написали, и два слова в них. То есть, ну, грубо говоря, смысл в двух словах можно описать. Мы никакой ответственности не несем. Все. То есть, как бы вот на этом. Короче, ладно, большой так ролик получился. Тут много информации, много, вот, короче, лирики. Тут много, вот, короче.